Спонсор проекта – компания Сапфир. Сапфир – наши лучшие рекомендации. Всем привет, я Арина и это Технокухня. Больше мышек, хороших и беспроводных, решила компания Razer, выпустив урочи на рынок. Вообще, перед нами модель 2013 года и она является ремейком образца 2009. Модификация приняла на вооружение высокоточный лазерный сенсор 4-го поколения с разрешением 6400 dpi и сменила цвет колеса прокрутки синего на зеленый. Кроме того, грызун теперь может похвастаться увеличенным вдвое периодом автономной работы в режиме беспроводного взаимодействия с ПК посредством технологии Bluetooth 3.0 вместо прежних 2.0. По заявлениям создателей, заряда 2АА батарей вполне хватит на 30 часов непрерывных виртуальных сражений либо на 3 месяца обычной эксплуатации в качестве средства управления курсором. В поставке неплохие батарейки, но истинным геймерам придется разориться на зарядник и перезаряжаемые аккумуляторы. И, увы, если ваш компьютер, ноутбук, планшет или любое другое устройство не имеет Bluetooth 3.0 или 4.0 модуля, то по беспроводному каналу мышь работать, увы, не сможет. На наш взгляд, куда лучше вариант с USB приемником сигнала, который реализован во многих других беспроводных мышках. Что интересно, в прежней Orochi максимальное число DPI 2000 или 4000 менялось в зависимости от беспроводного и проводного подключения соответственно. На этот раз производитель гарантирует разрешение до 6400 DPI при любом раскладе. Мышь, как и прежде, можно подключить и по проводу, длина которого составляет 96 см. То есть, если вы собираетесь взять эту мышку для обычного компьютера, то придется докупать USB-удлинитель. Главное предназначение по замыслу разработчиков – игры за ноутбуком. Поэтому мышь укороченная по размерам. Кстати, весьма неплохая под небольшую руку или для девушки. Понравится и любителям агрессивного хвата. Углубления и кнопки с двух сторон в этом случае идеальны для удержания большим и безымянным пальцами. Мышь имеет симметричный дизайн, а значит, одинаково хорошо пользоваться ее смогут как правши, так и левши. Боковые кнопки очень узкие, нажатие тугое, пользоваться неудобно. А вот к основным кнопкам претензий нет. Клик легкий. Углубления под пальцы весьма комфортны. Прокрутка колесика быстрая, клик с небольшим усилием. По пластиковому ковру мышь движется так же быстро, как и X7. То есть к тефлоновому покрытию у нас нет претензий. Как нет претензий и к сенсору. Чувствительность крайне высокая, а уровень DPI можно очень тонко настроить по своей нужды. А вот что нам не понравилось – это пластик. Вроде софт-тач, но грубоватый. Владельцу игрового ноутбука все же хотелось бы в этом плане видеть люкс-решение. Плюс в таком пластике только один, не маркий. В плане софт-решения выступают облачные технологии. Вам достаточно залогиниться, чтобы на любом компьютере получить как драйвер, так и сохраненные профили. Если вы когда-либо записывали макросы, вы можете использовать их. На любую, кроме левой основной кнопку, можно навесить функцию или открытие программ, например. Можно отключить подсветку колесика. Можно выбрать пять основных уровней DPI, чтобы затем переключаться между ними. А теперь давайте порассуждаем о перспективах Razer Orochi 2013. Несмотря на маркетологические уловки, мы сомневаемся, что геймеры, обладатели ноутбуков, купят именно урочи. Мышь подойдет далеко не всем пользователям. Обладателям больших рук с нею будет неудобно. Скорее всего, ноутбучники возьмут обычную мышь, которая идеально лежит в руке. Экономить на размерах грызуна нет никакого смысла. Хорошо была бы мышь для путешествий. Вот только в эпоху планшетов уже мало кто ездит с ноутбуками. Хорошее применение могло бы быть для медиа-центров, где беспроводное устройство – просто находка. Кому хочется иметь провода в зале перед плазмой? Но стоит мышь от 2560 рублей. Для зала, скорее всего, пользователь купит мышку другой компании за 1000 рублей. Например, бесшумный вариант от Nexus. При этом получит более приятный пластик. В итоге получилась мышка для фанатов. Идеальный пользователь – фанат с небольшой рукой, любящий отличный сенсор в играх, ищущий беспроводную модель и имеющую Bluetooth 3.0 в своем устройстве. Как вариант, можете купить эту игрушку девушке с ноутбуком. В качестве бонуса ей достанется чехол, который можно использовать как кошелек для монеток. И все в семье будет по-разовски. Несмотря на то, что мышь нам не понравилась, она имеет своих поклонников и востребована на рынке. Рейсер знает, как закрыть весь рынок своей продукцией. Наша награда – бронза. А с вами была Арина. До новых встреч!